Рисование Рисование – древний способ развития человека в период становления личности. Пусть в начале рисунки ребенка похожи на бесформенные каляки-маляки и зачастую, как нам кажется, не имеют совсем никакого смысла. Но именно они демонстрируют развитие мозга маленького человека и отражают его непосредственную работоспособность. Многие современные родители задаются вопросом, нужны ли ребенку дополнительные занятия по рисованию. Дополнительная образовательная программа «Акварелька» направлена на формирование у дошкольников целостных представлений о природе как о живом организме, на приобщение дошкольников в художественной культуре к миру искусства. Через собственное творчество дети делают первые шаги в мире изобразительного искусства, и мы помогаем ощущать им себя творцами, способными тонко чувствовать красоту природы. Программа содержит в себе четыре тематических блока – мир природы, мир животных, мир человека и мир искусства. При изображении мира природы у детей формируются эстетические чувства, способность воспринимать и оценивать окружающий мир с точки зрения красоты, невзрачности, возвышенного и низменного, трагического и комического, вызывающих в человеке определенные переживания. Видимые детьми птицы, звери, насекомые все наделяются образными характеристиками. Они, как и люди, бывают разными – большими и маленькими, тонкими и толстыми, смешными и грустными, что способствует воспитанию у детей доброты при изображении мира животных. При изображении мира человека, его предметного окружения, увлечения, строения фигуры, разнообразных жестов, элементов одежды и мимики позволяет раскрыть у детей творческую индивидуальность, свое творческое «Я». Мир искусства начинается со знакомства произведений великих и народных мастеров, живописцев, графиков, где дети учатся уважительному отношению к народным традициям, осваивают различные способы изобразительной и декоративной деятельности. У детей расширяется кругозор. Для развития в детях творческой активности мы предоставляем большой выбор художественных материалов, такие как гоши, акварель, уголь и сангина, восковые мелки, а также фломастеры и карандаши. И благодаря такому разнообразию материалов в нашем кружке «Акварелька» дети постепенно приобретают первичные навыки работы с ними, осваивают разные техники рисунка, учатся комбинировать художественные материалы. Такой подход способствует развитию воображения и зрительной памяти, чувство цвета и эстетического вкуса, внимание к окружающему миру и мышление, координации движений. В заключении хочется сказать словами художника Дрежа Киракосяна, рисование помогает смотреть на мир иными, новыми глазами. Начинаешь еще сильнее любить природу, людей и животных. Начинаешь еще сильнее все ценить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова